Доброе утро! Здравствуйте! А знаете ли вы, что на этой неделе было 21 октября 2015 года? Знаете? Нет, именно то 21 октября, в которое путешествовали герои кинофильма «Назад в будущее». То есть мы сейчас должны ходить в одежде, которая сама подгоняется по размеру? Ну, можно, в принципе, постирать обычную, она сядет и будет как будто бы одежда из будущего. Мы должны передвигаться на автомобилях, которые летают над землей. Ну, как бы сейчас машина летает по городу, но ведь не над землей, но летают. Слушай, может мы просто не в ту версию будущего попали? Ну, слушай, в этом разбирался наш корреспондент. Посмотрим. Все замечательно. Марти! Ты должен отправиться со мной. Куда? Назад в будущее. Сценаристы трилогии «Назад в будущее» в 80-х годах прошлого века замахнулись, казалось бы, на святое, на время. Но прогресс оказался не таким масштабным, как им хотелось бы. Чтобы вы понимали, сейчас нет такой микроволновки, которые за пару секунд смогли бы пиццу с размером с бублик увеличить в несколько раз. Да и вообще, летающих машин как таковых, хотя некоторые лихачи на своих автомобилях, реально замахиваются на маневры высшего пилотажа. Вылезай, тебе нужно переодеться. Прямо сейчас? Там же ливень. Подожди пять секунд. Точь в точь. Потрясающе. Совершенно потрясающе. Жаль только почте далеко до метеорологов. Вот в России случай с почтой наверняка бы оценили по достоинству. И вообще, довольно много вещей в наше время сбылось. Во всяком случае, их появление сценаристы все-таки предугадали. Автоматически? Хорошо. Не прошло и 30 лет, как мечту многих фанатов трилогии воплотила в реальность компания Nike. Самозашнуровывающиеся кроссовки уже существуют. Лексус тоже не остался в стороне. Автомобиль, видать, пока рановато, но на летающую доску все-таки замахнулись. Видеоконференция сегодня также явление привычное, что подтверждает Скайп. Кстати, МакФлай использует некоторое подобие кредитной карты, чтобы провести финансовую махинацию. Возможность проводить банковские операции в домашних условиях сегодня есть у каждого через онлайн-кабинеты, сайтах, банков. Время доказало – трилогия «Назад в будущее» относится к тем фильмам, которые интересно не только пересматривать, но и изучать мельчайшие тонкости – от первичных идей до киноляпов. Например, изначально для путешествия во времени планировали использовать холодильник, но от идеи пришлось отказаться, чтобы дети не пострадали, пытаясь забраться в него у себя дома. Во время исполнения песни «Гоу, Джонни, Гоу» Марти звонил своему кузену Чаку. На самом деле Чак Берри – автор той самой песни. Новый преобразователь энергии в машине времени сделан на основе кофемолки марки «Кропс». Имя профессора происходит от слова «Время», только написано «задом наперед», а согласные – удвоены. Что бы ни случилось, ты не должен встретиться с другим собой. Последствия могут быть катастрофическими. Простите, сэр. Да, вы в шляпе. Забавно, но исполнитель главной роли Джеймс Фокс выглядит гораздо лучше в свои 47 лет, чем его постаревший герой в фильме. Йоу, ведущий! Мы любим тебя, старик! Спасибо, старик. Спасибо за это. Тебя все любят. Харрис! Не только он по тебе скучает, Майк. Возвращайся на работу. Ты забыл, почему я ушел? После случая с креслом на колесико. Если ты волнуешься о худшем варианте, и он случается, то ты проживаешь его два жена. На этой ноте я покидаю вас так, как покидал последние 11 лет. Будь в курсе, Нью-Йорк. Далее ночные новости. Один из детей у игровых аппаратов – это Элайджа Вуд. Звезде «Властелина колец» тогда было 8 лет, и это была одна из первых ролей. А коллегу Марти, который вызывает его на автогонку, на самом деле играет басист группы Red Hot Chili Peppers «Флип». Судя по резонансу в сети интернет, октябрь 2015 года ждали все. Не обошлось и без флешмобов, открытий и, конечно же, розыгрышей. На официальной странице трилогии «Назад в будущее» в фейсбук появилось видеопослание изобретателя «Машины времени» профессора Брауна ко всем зрителям. Слова Кристофера Ллойда как квинтэссенция к вышесказанному. Мои вычисления оказались верными. Сейчас 21 октября 2015 года. Будущее, наконец, здесь. Оно не совсем такое, каким вы его себе представляли, но не волнуйтесь. Это означает лишь то, что ваше будущее еще не написано. Ничье будущее еще не написано. Оно будет таким, каким сделаете его вы. Так что делайте хорошее будущее. Премьера фильма «Назад в будущее» состоялась в 1985 году. Но мало кто знает, что кроме известных нам трех частей вышло еще и продолжение. Анимационный сериал, который шел по телевидению в 1991-1992 году. Всего вышло 26 серий. Ну а у нас есть прямо сейчас возможность перенестись в будущее, в следующий четверг и узнать, какой фильм ждет нас в кинотеатре. А поможет нам в этом наша ведущая Екатерина Орлова. Ну а мы с Аней поможем вам попасть на это кино совершенно бесплатно. Для этого нужно отгадать, из какого кинофильма вот этот стоп-кадр. Правильные ответы присылайте на наш адрес. Самые первые получат пригласительные. Ведьм истребляют охотники, с ними борются воины, но все же фильмы с их участием выходят в прокат с завидной периодичностью. Настало время последнего охотника на ведьм, который начнет свою работу 29 октября. Папа. Ты пережил больше, чем я могу представить. Но у твоей истории нет конца. Если вы узнали в этом бородатом длинноволосом мужчине Вина Дизеля, то не ошиблись. Звезда «Форсажа» удивил своих поклонников не только внешним видом, но и участием в картине. Сюрпризом оказалось и то, что изначально на кресло режиссера метил Тимур Бекмамбетов. Известны по картинам «Ёлки», «Дневной» и «Ночной дозор». Позже его заменил Брэк Айснер. Его самую известную работу вы наверняка тоже видели. Фильм «Человек-невидимка». Над картиной «Последний охотник на ведьм» начали работать еще в 2010-м. В том же году сценарий к фильму был признан одним из худших нереализованных сценариев. Но это никак не сломило создателей картины. Наоборот, они считают, что в случае успеха «Последний охотник на ведьм» может стать кинофраншизой. Ты должна показать мне свой мир. Только так мы сможем победить. Актерский состав фильма по-настоящему звездный. Партнершей Вина Дизеля стала звезда «Игры престолов» ржеволосая Роуз Лесли. И всеми известный по картине «Властелин колец» красавчик Элайджа Вуд. По сюжету фильма главный герой Колдер, он же и есть «Последний охотник» когда-то уничтожил королеву ведьм. Но она воскресла и жаждет мести. Королева собирает шабаш и планирует уничтожить население Нью-Йорка. Колдер объединяет силы с другой ведьмой, чтобы спасти человечество. Съемки фильма проходили в городе Питтсбург. Всего бюджет картины составил 90 миллионов долларов. Кстати, саундтреком к фильму стал кавер на песню группы Rolling Stones в исполнении певицы Сиары. Премьера «Последнего охотника на ведьм» в США уже состоялась в минувшую пятницу. Нам остается ждать лишь четверга. Не пропустите завораживающее фэнтези в четверг, 29 октября в столичном кинотеатре. Буквально через несколько секунд наш пытливый Арсений расскажет, каких профессий не было 30 лет назад. Меня настолько впечатлила эта тема, что я решил пофантазировать. Анюта, как ты думаешь, каких профессий не будет через 30 лет? Не будет? Да. Ну давай пока свои варианты. Хорошо, я думаю, что не будет вообще кондуктора в троллейбусе. А как без кондуктора? Вот будет стоять робот, такой вмонтированный. Ты зашел. Нет, ты что? Ну почему нет? Он же не сможет быстро двигаться. Зачем ему быстро двигаться? Ты зашел, вставил карточку, тебя считали там… Нет, а кто Зайцев будет ловить? Ну что ты. А, это верно. Хорошо, а тогда знаешь, кого не будет? Дворников точно не будет. А без дворников как? Ну почему? Я просто надеюсь, что за 30 лет мы все-таки научимся попадать в урну. А листья? Ну, а они будут запрограммированы, вот так падают сразу. Уничтожатся. Сама уничтожатся. Да, само уничтожение. И еще, знаешь, что не будет? Не будет профессии, которая… А, знаешь, еще не будет тех, кто отбирает чужой хлеб. Ведь сейчас должен быть сюжет Арсения. А, все. Ну давай мы сейчас его посмотрим. Извини, пожалуйста, рассказывай сам. Рынок труда весьма переменчик. Профессии, без которых не могли обойтись лет сто назад, сейчас либо забыты, либо встречаются настолько редко, что их уже можно отнести к исчезающим. Едва ли трубочисты, ткачи или емщики-извозчики смогут найти себе работу. Происходит так из-за стремительного развития науки и техники. И есть все основания полагать, что через 30 лет профессии, которые актуальны сейчас, будут никому не нужны. Мы подготовили список некоторых из них. Конец 20 века и начало 21-го ознаменованы расцветом компьютерных технологий. Появилось много видов работы в интернете. Написание текстов, заполнение сайтов содержимым и много всего прочего. Так что люди, вовремя получившие образование программистов или просто связанные с этой сферой, пока что находятся на коне. Но согласно исследованию Московской школы управления Сколково, их песенка будет играть не так долго. Практически ни одно предприятие не может обойтись без системных администраторов. Эти люди следят за работой сетей и оборудования. Но согласно прогнозам, после 2020 года большинство функций этих специалистов перейдут к компьютерным программам. Еще с развитием интернета снижается популярность таких профессий, как турагенты и почтальоны. Переписка почти полностью перешла в виртуальное пространство. А еще каждый сам может с помощью бесплатных сервисов заказать себе билет на самолет, забронировать номер в гостинице и прочее. Кануть в лету, согласно прогнозам, может и фундаментальная профессия библиотекарь. В настоящее время производится оцифровка хранилищ многих библиотек, чего только стоит амбициозный проект компании Google. Если все книги будут оцифрованы, то доступ к информации будет открыт в любое время. Получается, что библиотекари в привычном понимании могут попросту исчезнуть. К середине нашего века исчезнет или кардинально снизится спрос на труд популярных некогда шахтеров и бурильщиков. Все дело в том, что легко добываемые полезные ископаемые заканчиваются. И ожидается, что в будущем на помощь людям придут роботы. Следующий прогноз не понравится моим коллегам-журналистам. Ожидается, что через время как минимум работников печатных изданий могут заменить машины с искусственным интеллектом. К примеру, компания Bloomberg, работающая в сфере финансовой информации, уже внедрила такую программу. Биржевые новости она пишет быстрее и красочнее, чем человек. Водителей такси, согласно прогнозу, заменят беспилотный автомобильный транспорт. Сотрудников автоинспекции заменят интеллектуальные системы. Ожидаемое повсеместное распространение 3D-принтеров лишит хлеба швей и сапожников. Вместо ремонта каждый сможет себе распечатать новую одежду и обувь. Список специальностей, рискующих исчезнуть, можно продолжать и дальше. Но если вы в нашем сюжете услышали название своей профессии, не стоит кардинально менять свою жизнь. Срочно увольняться и получать новое образование. Вспомните о том, что создатели фильма «Назад в будущее» какие-то 30 лет назад думали, что в наше время уже будут летающие автомобили и много всего прочего. Так что прогнозы прогнозами, а как будет на самом деле, покажет время. Метро уже будет на 200 метров даже в луже, чем вот через пару лет. Везде будет бесплатный Wi-Fi, фонтаны на каждом переулке. Вот все-таки вот этот мост, вот это проект моста через реку Днестр. О, видишь, российско-государственный перенестровский университет. Вот он все-таки будет сто этажей, там будет лифт огромный, прозрачно-стеклянный. Зачем лифт в университете? Ну как, зачем? Сотый этаж, ты же не будешь подниматься на вертолете. Спустись, пожалуйста, сейчас с своего сотого этажа вниз на землю. Ну, сколько тебе лет? Ну, что ты такое говоришь? Слушай, Баня, просто мечтать можно в любом возрасте. Я лично думаю, что город Тирасполь через 30 лет будет именно вот таким. И я такой не один. Ну-ка, давай мне покажи. Вот, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые телезрители! За моей спиной вновь разрастается наш город. Мне стало любопытно, каким он будет через 30 лет? Лучшие ответы вы увидите прямо сейчас. Я думаю, красочный он будет. Он расцветает в городе реально. Вот видно, что я был в Москве недавно, приехал. Вообще изменился. Хорошо, вот пять отличий. Чем отличается столица России от Пренестровской-Молдатской? Конечно, она больше. Экономически выше. Много людей, много приезжих. Это ты говорила о Тирасполье сейчас? Судя с такими темпами, как он развивается сейчас, мне кажется, что он будет частью России. Так себе представляю, что он такие небоскребы. Этажей 30 хотя бы. Ну, для нас это много. Богатый город, и чтобы люди счастливые в нем были. И чтобы он еще зеленее был. Что еще будет? Ну, пускай у него будут хорошие дороги. Ну, везде будут не только пластиковые деньги, будут пластиковые люди. Будут какие-нибудь движущиеся дорожки, чтобы мы не ходили пешком. Через 30 лет построят второй фуршет. Лес загадочный. Хорошо. Почему будет загадочный? Давай так. Там будут проходиться каждый раз детские старты, взрослые. Взрослые виниши. Наверное, сделают ремонт в университете. Ну, ты давай не фантазируй. Я же говорю, 30 лет. Перспективным, красивым, еще красивее будет. И люди будут не уезжать, а оставаться здесь. Думаю, будет больше значительно, чем сейчас. Ну, думаю, конечно, более современные здания высотные. Если, конечно, здесь не будет выжженное поле. Оптимизм украшает этого парня. Хорошего тебе дня. Ну, надеюсь, будет независимым, можешь говорить, сразу. Это все зависит от Путина. Может быть, какие-то красивые, интересные фасады будет. Что-то может быть еще. Но должно быть красиво. Что должно быть, не знаю, но будет. Ну, я думаю, что многое здесь преобразится. Думаю, улицы станут шире. Дома выше, красивее. Люди будут красивее одеваться. Надеюсь, что Ион Суручану не подал на вас в суд. Боярский, только боярский. Это его? Питерские темы. 30 лет? Да. Наверное, как в романах футуристических фантастов. То есть там все летает по небу, какие-то корабли. Розовые кони. Но ослик Валера все-таки ходит в парк и возит людей и детей. Зеленый чай или черный? Какой вы чай пьете? Воду. Станислав, Настенька, нужно пофантазировать. Вот как вы думаете, каким будет город Тирасполь через 30 лет? Старым. Ну, он будет современнее как-то. Ну, будут современные дома, как в Москве. У нас будет метро, как думаешь? Нет, не будет. Будет. Давай придумаем несколько названий для станции метро. Тирас. Так, это в честь коньяка? Еще. Приднестровская. Нанцевская станция. А почему? Просто в голову пришло. Первый, первое, это будет Суворова. Тираспольская. Юбилейная. У меня, я еще думаю. Европа. Что-то, что-то Суворовская, наверное. Парканская будет. Четвертое, это будет Парканская. Станция Нистру, это точно. Ну, если под наш метро будет проходить под нашим университетом, то можно назвать станция университетская. Россия. Потому что должны быть дружными эти две части мира. И пускай у них вот дружба пересекается у нас. О, и пересекается здесь. Значит, еще одна станция пересечения. Станция быстрая. Станция дешевая. Скидочная. Недороговизная. И третья Суклейская. Потому что я Суклеев. Одна станция будет. Одна. Просто люди будут туда заходить. Просто стоять. Вон она работает. И все. Выходить, садиться в маршрутку. Ну, наверное, опять это будет Бендерская. Что с Бендер можно было? Привет. Откуда вы? Из Эстонии. Из Эстонии. Из Эстонии. Меня Артем зовут. Вас как? Матес. Матес. Вы не тезки? Это разные имена? Да. 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 Разные имена. Парни, как вам Тирасполь? Ну, сейчас только тут 10 минут было. Очень хороший, красивый город. Вы только с вокзала, да? Да. С вокзала приехали, да. Каким будет город Тирасполь через 30 лет? Ну, я думаю, что Тирасполь сейчас очень красивый город. О, и ваша футбольная команда, Тирасполь, будет чемпионом Европы. Человек нетрезвый, простите его. И тоже мы из Эстонии, мы хотим тоже, из 30 лет, эстонский футболер тоже играть в Тирасполь Тирасполь. Да. Здорово. Да, у вас был Латыш, Эдгар Скаурач. Но это было бы нормально, если эстонские футболисты... Теперь эстонские надо там егать. Да. Я не буду нижать парням, пускай пообщаются. Водок и балун Тирасполь, каналит нубрикс. Да. Тирасполь, канал нубрикс, мастер-сэп. Я и кыкки для эстонских, варсти мэгипсин, эзименэйст и ягбалун. Давай. Первый, блин, эстонский! Хе-хе! Я вот поняла, каким будет 2045 год. Это ведь будет год столетия Победы в Великой Отечественной войне. Этот год тоже был юбилейный, мы отмечали 70 лет Победы. И, кстати, об одном из мест, которые наверняка видел каждый, кто хоть раз ездил из Тирасполя в Бендеры и из Бендер в Тирасполь, мы вам хотим сейчас и рассказать. А, ты говоришь про ДОТ, который находится возле Прокан? Да. Василий, вам слово. Нам все сейчас расскажет. Сюда устанавливалось орудие. Вот это были щели смотровые. На случай, если шел бой, то смотреть, конечно, нечего. И они закрывались бронеплитами такими небольшими. Примерно так сегодня школьники могут подкрепить знания истории родного края на практике. Молодое поколение и вовсе не против сменить обстановку и выбраться из класса в заброшенные места, где давно нет признаков жизни. Не доезжая до железнодорожного моста, который соединяет село Паркана и город Бендера, можно заметить долговременные огневые точки времен Второй мировой войны. Но мало кто знает, что эти сооружения относились к знаменитой оборонительной линии Сталина, которая тянулась в свое время от Финского залива и до Черного моря. Благо на сегодняшний день нашим современникам еще есть где приятно удивиться советской мощи военной инженерии. И это только один из них. Вот один пулемет Максим, вот второй пулемет Максим. Здесь эти пулеметы были довольно старенькие, еще конца 19 века. Их немножко модернизировали. В 20 веке были специальные станки. Это целый комплекс сооружений укрепленных, которые создавались еще в конце 20-х годов, 20 века. Их было построено 13. Наш Тираспольский укрепрайон, он самый южный оказывался. Это было не только в Советском Союзе, но и Франция строила свою линию Мажино, и Финляндия линия, и Нергейма строилась, Испания и многие другие государства. Более трех тысяч укрепсооружений, тысячи километров подземных тоннелей и комнат, от простых агрегатных до ленинских, и складов с боеприпасами. В начале 20 века ДОТ или ЦОТ не заметить было тяжело. Вокруг этих объектов всегда кипела работа. Казалось бы, обычная тропинка, которых в Приднестровье уйма, но на твоем пути может встретиться и такое необычное сооружение. Это далеко не винный погреб, это часть мощнейшей оборонной системы Советского Союза. Спустимся. За мной! На первый взгляд сложно поверить, но эти развалины и сегодня могут выдержать удар 150-миллиметрового артиллерийского орудия, или шквал авиабомб весом в 250 килограммов. По окончании Великой Отечественной войны границы Советского Союза сместились на запад, и линию Сталина сменила оборонительная линия Молотова, которая располагалась в районе реки Прут. Но, по словам историков, ее качество было значительно ниже. Даже спустя 80 лет убеждаешься лично, что полутораметровые стены из железобетона и гранита время не берет. Дима впервые на такой экскурсии признается, такой антураж встречался ему только в фильмах о войне или в триллерах. Если честно, немного страшно. Очень темное, сырое место, ну, как бы чувствуешь себя здесь неуверенно. Если будет возможность, я сюда еще приду. Это все-таки наша история. Хотелось бы, конечно, посмотреть не на то, что от этого осталось, а как было все, ну, в время боевых действий. В целях познавательной такой экскурсии и хорошего времяпровождения мы проводим здесь, ну, скажем так, нельзя сказать, что уроки, но небольшие походы на несколько часов. Детям это нравится, так как это не только познавательно, но и в какой-то степени развлекательно, потому что связано с каким-то долей экстрима. Совет всем тем, кто захочет погрузиться в историю. Собирайте группы не более 10 человек, во главе которых должен быть профильный специалист. Ну и, конечно, с собой нужно иметь дополнительное освещение и вещи попроще. Аня, я думаю, что в скором будущем, вот в каждом даже мобильном телефоне, будет машина времени. Ну, давай-ка мне вот сейчас прямо отправимся. Через неделю, вот просто через неделю. Что там будет? Ну, ноябрь пока конкретно. Нет, нет, подожди, чуть-чуть раньше. Чуть-чуть раньше? Подожди, сейчас заведу. А, нет, ну тут написано и день рождения Елизаветы Терещенко, нашего горизонтанда. Нет, нет, подожди, чуть-чуть позже. Ну, ты можешь конкретно, чтобы прямо где в день? Да я про Хэллоуин. А, Хэллоуин, есть. О, время покупать тыквы. Ну, самое-то. Даже в нашем регионе такой праздник, как Хэллоуин, уже давно перешел из разряда обычных праздников в обязательные к отмечанию дни со всеми сопутствующими прелестями, типа ужасающего макияжа, тематического костюма и соответствующего декора помещения. Я также не смогла обойти это событие и сделала для вас подборку необычных идей декора тыкв. Первым делом на ум приходит такая техника, как карвинг или резьба, в данном случае по тыкве. И обычными устрашающими рожицами здесь уже не принято обходиться. От героев любимых фильмов до целых объемных композиций полет фантазии мастеров не знает границ. Но если карвинг требует определенных навыков, то декорировать тыкву яркой краской сможет каждый. Покрасьте ее целиком, наполовину, сделайте живописные подтеки или небрежно обрызгайте краской. Отличным декором станет и тыква, окрашенная в технике градиент или композиция из тыкв, создающая такой эффект. Различного рода орнаменты, помимо того, что они имеют бешеную популярность в сфере декора в целом, придутся как нельзя кстати и в декоре тыкв. Выбирайте орнаменты по душе, миксуйте их, создавайте неповторимую атмосферу в вашем доме. Оформив тыкву золотой краской или глиттером, вы добавите роскоши и нотку иронии в свою композицию. Можно окрасить тыкву целиком или наполовину, нарисовать орнаменты или сделать надпись. Глиттер и фольгированные конфетти позволят добиться того же эффекта. Для более объемных идей подойдут обычные кнопки, блестки и стразы. Даже конфеты и те выполнят свою декоративную функцию на 5 баллов. Не говоря уже о декупаже, который в этом случае будет более чем уместным. Сделать страшную, но ужасно милую тыкву можно нарисовав на ней цветной череп. Загрунтуйте поверхность рисунка, сделайте набросок обычным маркером и раскрасьте фломастерами. Особых художественных навыков вам здесь не потребуется. Как вариант, точно так же можно нарисовать на тыкве силуэты, веселых ведьм или членов вашей семьи и решать вам. И вообще смена образа и роли тыквы сейчас очень актуальна. Декор может быть простейшим, главное это перевоплощение тыквы во что-то или в кого-то совершенно с ней не связанного. При помощи цветной бумаги можно сделать из нее, скажем, бургер, кактус или ананас. А добавив немного краски, вы с легкостью превратите свою тыкву в аппетитный кекс или рожок растаявшего мороженого. Порадовать своих детей вы сможете, создав личности их любимых мультяшек посредством тыквы. Это могут быть известные узнаваемые герои мультфильмов или абстрактные воображаемые друзья, вроде этого милого слоненка. А взрослых порадует инсталляция на тему Wrecking Ball от Майли Сайрус. И, конечно, я не могла обойти стороной свою любовь ко всему практичному, поэтому вот вам еще несколько полезных идей, которые базируются на том, что из любой тыквы можно сделать сосуд. А что в него поместить? Живые цветы, суккуленты, блинчики или даже бутылку с шампанским? Определяйте сами, в зависимости от размера тыквы и выбранной вами идеи для декора всего пространства. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас все самое интересное, то, что есть в интернете, не дай бог его заберут. Давайте, прямо сейчас смотрим. Это видео снято еще в 1990 году. Так сказать, раритет. Сосед, который жил рядом с усадьбой, где проходили съемки фильма «Назад в будущее», показал всему миру, что действительно происходило за кадром. Как только съемочная группа появилась перед его домом, он, долго не думая, схватил видеокамеру и начал снимать любимых героев. Это были финальные сцены третьего фильма, когда Марти Маквай возвращается по сценарию обратно в 1985 год. Экскурсия в дом с привидениями. В честь выхода фильма «Ужасов. Паранормальное явление 5. Призраки в 3D» Организаторы решили удивить всех зрителей шокирующим видео и пригласили в дом людей, где проходили съемки ужасов. Но там их ожидала не обычная экскурсия, а настоящие ловушки, которые встречаются в оригинальном фильме. Случайно падающая картина или разбитое зеркало. Специалисты по спецэффектам постарались на славу. Строить мосты стало намного легче. Эта уникальная машина была сделана в Китае в рамках проекта по строительству железной дороги из Пекина в Монголию. Благодаря этому устройству строители проложат путь протяженностью 17 тысяч километров. Дорога рассчитана на высокоскоростные поезда, которые будут передвигаться со скоростью 250 до 350 километров в час. Видео с интересным решением китайских инженеров в сети просмотрело более 2 миллионов пользователей. В каждом крупном городе мира есть своя особенная достопримечательность, которая запоминается туристам. В Батуми это скульптура, поющая гимн любви, которую называют Али и Нино, или мужчина и женщина. Композиция расположена на побережье в самом въезде в город. Уникальность этого памятника в том, что ежедневно 8-метровые статуи проходят друг сквозь друга, символизируя трагическую любовь. Субтитры создавал DimaTorzok и понимаешь, что женщина будет хорошо кормить своего супруга. Не будет этой фразы. Родной у нас неделя диеты, поэтому вот тебе сердерей, укропчик чуть-чуть. Мне кажется, что после такого откормления, наоборот, она будет всю жизнь на диете сидеть, чтобы как-то что-то скидать. А вот еще один обычай. В Кении принято, чтобы мужчина весь первый год супружеской жизни носил женские вещи. Нет, это уже перебор. Ну а что, может быть, вы нас так лучше будете понимать? Нет, так смотрим сюжет. Смотрим сюжет. О чем у нас там сюжет? О семейных взаимоотношениях. А вот если ты идешь по морозу в проновых колбочках, у тебя потому что юбка новая, тебе ее показать нужно. А зато вы не понимаете, когда ты опаздываешь на работу, у тебя машина не заводится. И потом смотришь, а это чужая машина. Романтическая любовь Любовь такая, которая идеализирует своего партнера, и, соответственно, возникает чувство к этому идеалу самое лучшее и возвышенное. Конечно, романтическая любовь со временем может перейти в зрело, может не перейти. Потому что романтическая любовь, как правило, она нарциссична. То есть, все-таки люблю я больше себя и свои чувства в этой любви, чем все-таки уважаю и люблю партнера. Ну где же она? Надеюсь, у нее ничего не случилось. О, привет. Наконец-то ты пришла. Я уже начал волноваться. У тебя все хорошо? Да, конечно, все нормально. В романтической любви все-таки прежде всего есть мысль о том, как же мне, почему не позвонил, как он мог со мной так поступить. Когда мы говорим о зрелых отношениях, то, конечно, в любовь приходит еще и уважение, и понимание партнера, и понимание о том, что у вашего партнера есть совершенно разные недостатки, но при этом достоинств больше, любите вы его, принимая все его, может быть, и негативные стороны. В такой любви, наверное, первая мысль будет, не какой он негодяй, почему он не позвонил, а, боже мой, что случилось? Сидиурс. О, привет. Кто это, с кем-то поздоровался? Самая старая знакомая, мы вместе учились. Почему он так долго на тебя смотрит? Ты же знаешь, я ревнива, не провоцирую меня. Успокойся, тебе не о чем переживать. Я надеюсь. Ревность, с одной стороны, близка со страстью, желанием обладать всецело объектом, не дивить его ни с кем, его внимание. А с другой стороны, может быть связана с низкой самооценкой ревнующего, ревнивца, который не верит, что его можно любить. Слушай, а в какой момент ты поняла, что любишь меня? Ты знаешь, я даже как-то не задумывалась, в какой именно. Да, а я тогда, когда мы закончили универ. Ученые доказали, что чувство влюбленности длится около полутора лет. У некоторых, конечно, и больше, максимум до четырех. А потом уже приходит любовь. Или вовсе не приходит. Да уж, все мы разные. Кстати, характер человека может повлиять на формирование чувства любви. Об этом говорят многие психологи. К примеру, если человек сам по себе активный, то переход от симпатии к любви у него произойдет быстрее. Поэтому гармоничная любовь одной пары у каждого партнера может зародиться в разное время. Сложно говорить о времени, как о константе. Нужно говорить, конечно, о тех личностных чертах, о той личности этих людей, которые вступают в любовные отношения. Можно привести в пример рассказ Чехова, Ася называется, где она полюбила и, можно сказать, воспаловала страстью, уже и сгорела, пока он только, потеряв ее, понял, что любовь действительно его нахлынула на него, что он любит эту девушку прекрасную, но уже назад ничего не вернешь. Угощайся. Ой, спасибо, это мой любимый. Страсть к сладкому до добра не доведет. Страсть к человеку и шоколаду равносильны, потому что в страсти человек относится к другому, как к неодушевленному предмету. И начинает манипулировать чувствами. Если ты так сделаешь, то ты меня не любишь. А любовь – это чувство, пришедшее со временем, оно более глубокое. Любящий человек жертвует собой и переживает за чувства любимого больше, чем за своим. Получается, настоящая любовь приходит со временем. С первого взгляда любви не бывает. Это просто влюбленность. Это отмечал еще Аристотель в своих учениях, когда выводил формулу любви. Интересно, что в наше время уже можно проверить с помощью техники, любят тебя или нет. Коллектив китайских и американских ученых представил первое исследование того, как любовь меняет мозг человека. У любящих людей более активно работали участки мозга, связанные с мотивацией и управлением эмоциями. Любовь – это, пожалуй, одно из самых сложных чувств. Зарождается она долго, но приходит навечно. А влюбленность или страсть – это временное и мимолетное состояние души. Не дайте своему сердцу обмануть вас. Вот когда вы с Аней были маленькие, у нас не было Гарри Поттера с его волшебной палочками. Зато у нас были свои волшебные герои. Вот ты тебе что хотела? Я хотела себе волшебные спички, которые каждая исполняла желание. Круто было, а я себе вот хотел вот такую борду, как у старика кота обычно. А, вот откуда у тебя это борода. Это с детства ты хотела, прости, да? Да, с детства хотел быть бородатой. Я еще знаю, что хотела? Золотую рыбку. Ой, здорово. А я хотел себе волшебный посуд Деда Мороза, то есть тухнешь раз, и все желания сбывались. А вот что бы ты загадал, если бы тебе хоть что-то было из этих волшебных? Я бы себе хотел бы, знаешь что, машину времени. Диск? Нет, настоящую машину времени. Двудверную? Нет, одноместную. И куда бы ты полетел? Я бы полетел бы... Да, даже не знаю. Главное, чтобы она была, правильно? Да, главное, я бы полетел бы за гаражом. Машина времени, она меняет, ну, прошлый день. Она летает на поиски динозавров. Такой прибор, который передвигает, ну, детей, другие, ну, для разных людей, ну, например, хипстеров. Передвигает, ну, в разные страны. Она показывает время. Быстро-быстро передвигается. Цвета зеленого. Ну, я думаю, что красного. Ну, я бы украсила очень красиво. Ну, розовым покрасила. И цветочки с сердечками украсила. Она выглядит вот так, потом... На нее надо садиться, а потом она отправляет себя куда угодно. Я думаю, что в ней специальные провода вот так втыканы, и ты в нее заходишь, и нажимаешь кнопку специальную, и ты можешь попасть куда захочешь. Если у меня была машина времени, я улетел на север с другом моими, и играл с мешками. В космос. В Африку. Я бы там работал, чинил что-то, если там что-то сломалось. Я бы там фоткала разных животных с мамой и папой. Я бы ее назвал «Машина времени». Ну, а теперь наступает время призов для наших самых маленьких телезрителей. Вот такие пальчиковые краски от нашего спонсора магазина «Оранжевый слон» получит тот, кто сумеет ответить на наш вопрос. Да. Из какого мультфильма? Вот этот стоп-кадр. Правильные ответы присылайте на наш адрес. И вот эти вот нетоксичные краски достанутся вашему малышу. Обычные дети делают своими руками какие-то подарки для родителей. Но вот сегодня у родителей есть тоже шанс сделать подарок для своих детей. А научит нас этому Оксана Матяш. Те, у кого есть дети, не раз сталкивались с вопросом, что же надеть ребенку на очередной бал в детском саду. На нашем носу ежегодный осенний концерт и времени сшить полноценный наряд у меня, как обычно, нет. И поэтому я, как всегда, решила спасать дело аксессуарами. И на этот раз это будет венок из осенних листьев и волшебная палочка. Все из фетра. Распечатаем шаблоны листьев и перенесем их на фетр осенних оттенков. Пока не вырезаем, а скалываем булавками и на машинке прокладываем вот эти строчки, которые сыграют роль прожилок. Теперь прострачиваем листьев по периметру. И вырезаем, не доходя примерно один миллиметр до строчки. Делаем подобным образом еще два листика. Лист дуба для разнообразия я сделаю с окантовкой. Для этого я вырежу одну деталь из коричневого фетра и пристрочу ее на прямоугольник из бежевого фетра. После чего вырежем, отступая несколько миллиметров от края верхней детали. По примеру листьев сделаем желудь и ветку, по краям которой мы пристрочим ленту для завязывания. Теперь очередь за рябиной. Делаем гроздь. Для этого мы возьмем красные бусины и гибкую проволоку. В каждую бусину мы проденем эту проволоку и скрутим в небольшой жгут. Делаем таких заготовок штук 12, а затем собираем их вместе в гроздь. Теперь собираем наш венок воедино и приклеиваем клеевым пистолетом все, что мы с вами натворили. Ножку гроздью рябины стараемся закрыть со всех сторон, чтобы она не травмировала ребенка. Венок готов, теперь осталось дело за волшебной палочкой. А ее сделать проще простого. Вставим в листик плотную соломинку и декорируем ее красивыми бусинами. Теперь вы можете одеть ребенка в самый обыденный наряд. И с сегодняшними аксессуарами он заиграет новыми, самыми что ни на есть осенними красками. Японцы создали на базе известной машины Делорейн точную копию автомобиля из фильма «Назад в будущее». Мало того, что он похож как две капли воды, так он еще и работает на топливе, который сделан из старой одежды. Японский городовой. Что, удивило тебя? Нет, я просто как бы назвал тему следующего сюжета «Японский городовой». Что-то серьезная такая машинность. В очередной раз скажу, что русский язык невероятно богат. Выражать свои чувства и эмоции можно самым разным образом. В частности, пословицы и поговорки тоже неплохое подспорье в этом отношении. Сегодня поговорим о выражении, которое употребляется в моменты сильного удивления, негодования, когда порой и слов-то не подобрать. Японский городовой можно услышать из уст удивленного человека. Этому выражению не так много лет, всего чуть-чуть за сто. Любопытно, сама история появления связана. Она, как указывают некоторые источники, с именем последнего российского императора. Будучи еще цесаревичем, в 1891 году Николай II был с визитом в Японию. Будущий император и сопровождающая его компания гуляли по городу Оцу и достаточно шумно выражали свои эмоции, тем самым нарушая восточные традиции. Так вот, местный хранитель порядка, то бишь японский городовой, исключительно в воспитательных целях в прямом смысле слова стукнул по голове будущего императора. Событие это, естественно, вызвало определенный резонанс и активно обсуждалось. В России писали, что в голове не укладываются японские городовые вместо того, чтобы обеспечивать безопасность, кидаются на прохожих с саблями без веской на то причины. Вот уж не знаю, насколько правдива история, но свое право на существование определенное имеет. Более того, это выражение со временем стали считать ярким примером того, что носит название эфемизм. Это что такое? Это нейтральное слово или выражение, которым можно заменить неприличное или, скажем, неуместное, но аналогичное по смыслу. Своего рода пристойный синоним непристойного выражения. Это, правда, не всегда касается, скажем так, жестких фраз и выражений. К примеру, есть профессиональные эфемизмы. Все мы знаем о том, что многие люди, чьи профессии связаны с риском для жизни, не употребляют слово «последний». «Последний полет», «последний прыжок» и так далее. Говорят «крайний». Это, соответственно, эфемизм. Примеров таких масса. Запоминаем, ведь это все для нас в нашу речевую копилку. Так, дом, значит, с ремонтом обязательно. Машина, я думаю, кабриолет. Тогда дом должен быть обязательно с гаражом. Прости, пожалуйста, что ты делаешь, Анют? Я не мешай, пожалуйста. Я привлекаю все хорошее в свою жизнь и притягиваю себя позитивом. Пока ты привлекла такое любопытство, на самом деле. У нас как бы съемка, давай поработаем, потом ты будешь… Я работаю. Я сейчас делаю так, чтобы в моей жизни все складывалось просто замечательно. Я привлекаю позитив к себе. На самом деле это не всегда есть хорошо. Позитив может и быть вредненьким. Да не бывает так. А ты посмотри, сейчас все увидишь. Представьте себе раннее утро. Зеленую равнину посреди лета. Росу, которая раскачивается на все еще сонной траве. Тумана нет. Все предельно просто и прозрачно. Но вдруг, неожиданно, цель, к которой вы стремились и шли все это время, взмывает вверх и оказывается на вершине высокой скалы. Эта скала – ваш страх. Вопрос в том, лезть или не лезть. Наш страх, которому природой было верено оберегать нас от опасных хищников и катаклизмов, нередко злоупотребляет своими полномочиями, и вместо того, чтобы бить тревогу только в крайних случаях, он берет на себя командование каждый раз, как перед нами открывается новая, еще неизведанная территория. Наша высокая скала, у подножья которой мы оказались, требует, чтобы мы решились и пошли на риск. В такой ситуации мы нередко взвешиваем все «за» и «против». Пытаемся отыскать в памяти похожие ситуации, но вместо этого набредаем на наши прежние ошибки. Неудачи и начинаем искать обходной путь. Как жаль, что в важные моменты, когда нужно принять серьезное решение, поблизости не оказывается уверенности и решительности, которые бы взяли нас за руку и отвели к заветной цели. Или же все-таки есть, и мы просто их не замечаем? Психолог Сет Годин однажды сказал, «Уверенность — это танец со страхом». Он имел в виду, что от страха не стоит бежать и прятаться. С ним нужно научиться уживаться. Пускай решительность, готовность действовать и принимать серьезные решения, не свойственны нам от рождения. Но их можно в себе выработать, натренировать. Не нужно никаких уговоров и установок. Просто забросьте подальше все мысли о том, что подумают другие, и выключите внутреннего критика, до тех пор, пока не примете решение. Быть уверенным — значит пребывать в текущем моменте, действовать согласно сложившейся ситуации. Оказавшись в открытом море, вы не станете думать о том, что вода не комнатной температуры, или о том, что вы толком не умеете плавать. Вы воспользуетесь всеми возможными силами и средствами, только чтобы добраться до берега. Нередко, когда мы задеваем долгоиграющий проект или ставки слишком высоки, мы начинаем предвкушать победу. Начинаем представлять, что все будет хорошо. Мы уже видим, как Леонардо Ди Капри отдает нам свой Оскар, который он, наконец, выиграл, и люди носят нас на руках. Однако такие попытки обмануть страх и заручиться поддержкой уверенности сродни прыжку в темноту с завязанными руками. Идеализируя итог и закрывая глаза на реальность, мы упускаем из виду проблемы и задачи, которые нам следует решать на пути к цели. Вот почему так важно находиться в текущем моменте, а не зарывать голову в облаках. Безусловно, в голове должен находиться конечный результат, но при этом вы должны искать решение возможных проблем. Итак, что же поможет вам принять серьезное решение? Первое. Как спортсмены приступайте к действию, прежде чем будете готовы. Второе. Ищите совета у тех, кто бывал в похожей ситуации. Третье. Никогда не принимайте решений на горячую голову. Лучше отправьтесь на прогулку, примите душ или приготовьте обед в конце концов. И четвертое. Если вы не уверены, что у вас получится, но вам все же хочется, непременно действуйте. Снова и снова пробуйте. Помните, что главным решением всех проблем является именно вы. Ваша целеустремленность, выносливость, позитивный настрой, глубокое дыхание и, конечно, умение мыслить продуктивно. До встречи. Ты знаешь, вот я понял, чего я точно не хочу в будущем. Чего же? Чувство зависти. Так, давай-ка, объяснись. Что? Почему Денис Кириллов поехал на съемки Беляева, хотя ты знаешь, что я очень люблю его творчество. Дениса? Нет, Беляева. Ну вот и посмотри сюжет. Вот и не буду. А мы посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok После этого выпуска социальные сети, казалось, были перегружены. А вы слышали Антона Беляева? Нет? Скорее послушайте. Голос закончился. Антон Беляев дошел до полуфинала, но все это уже казалось неважным. Как сказал сам Антон в одном из своих интервью, он никогда не мечтал о сольной карьере и пришел на проект, чтобы люди узнали о его группе «Тер Мэйтс», которая была задолго до голоса. Но если раньше они были неизвестны широкой аудитории, то сейчас заполнить большой зал, например, в Москве, для них не проблема. Мы, в общем, отыграли только что большой такой важный для нас концерт в «Крокусе» на 7000. И, в общем, все было... Ну, наконец-то мы поняли, что мы уже заняли позицию, с которой больше отступать можно не отступать. Многие могут сказать, да я их слушал еще до того, как это стало мейнстримом. Мейнстримом это и не стало, «Тер Мэйтс» не назовешь форматной группой. Ну, а то, что хорошую музыку услышало большое количество людей, это должно только радовать. Ну, это несравнимо. Совершенно разный отклик. Как бы телевидение делает свое дело злобное. И, ну, люди узнают о нас и, ну, конечно, меняет все. То, что концерт в Кишиневе соберет полный зал, не было сомнений. Причем, как нам сказали, в Молдове шоу «Голос» не транслировали. Вот она, сила интернета. Целый зал, который ждал только одного. Появление на сцене человека в очках, кстати, без диоптрий, и его группы. Как заявили музыканты, в Кишиневе была показана эксклюзивная программа. Мы, правда, перестали это играть. То есть мы, ну, в общем, мы играли эту программу очень долго для того, чтобы, ну, достучаться, как бы, до незнакомой публики. Играли много чужих вещей, ну, так, чтобы все было, ну, дружелюбно. Ну, мы играем свои треки в основном, да. То есть наш концерт – это на 99% наши треки. В нем остался «Викедгейм», и там где-то иногда две фразы там вылетают, каких-то знакомых песен, ну, так, в качестве такого, презента. Своим материалом термейтс любезно поделились в начале концерта, который был больше похож на теплый дружеский вечер. Это концерт больше про общение, но это не значит, что мы не будем играть. Чуть-чуть будем. Две, еще три песни есть у нас. Музыкальная составляющая этого вечера была на высоте и уносила зрителя куда-то далеко за пределы концертной площадки. После концерта мы смогли пробиться сквозь толпы жаждущих автографов и фотографий поклонников творчества «Терр Мэйтс» и задать пару вопросов Антону. Когда ждать новых песен? Сейчас мы записали буквально неделю назад три новые песни, которые вот под Новый год, ну, а под Новый год одну собираемся выпустить. Да, да, вынесем в Оливье флешку. О том, каково, когда твоя жена – твой менеджер. Очень хорошо. Но, как бы, есть, конечно, момент, когда работа не заканчивается, ты ее переносишь в дом, из дома она везде. То есть посреди ночи, посреди просмотра, там, какого-нибудь кино, просто внезапно видишь сообщение, и вдруг начинаешь говорить о работе. И понимаешь, что уже 6 утра, а ты все еще там решаешь какие-то проблемы. Это, конечно, мешает, но все равно это лучше. И о том, какой же человек Антон Беляев. В чем дело? Я не знаю, я не контролирую себя. Я не в себе. Все счастливы, рады, хотят, чтобы термейтс поскорее приехали вновь и постят в интернете свои эмоции после концерта. Мы с Анютой благодарим развлекательный комплекс «Лаки». Если вы хотите прекрасно провести время, приезжайте сюда, вы останетесь довольны. Ну, что еще хочется сказать об этом фильме? Оказывается, настолько культовым стало «Назад в будущее», что поклонники просто разобрали его по косточкам, отсмотрели каждый кадр и нашли немало соответствий. Вот, например, есть сцена, где главная героиня попадает в будущее и видит свою свадебную фотографию, роняет ее из рук, а в следующем кадре она уже снова стоит на полочке, но, правда, вверх ногами. Кстати, еще было много киноляпов, это когда в отражающихся поверхностях были видны операторы или светоприборы. А еще в одной из сцен они смогли рассмотреть маленькие колесики, на которых на самом деле движется летающий автомобиль. Да. В общем, что мы хотим сказать? Мы своих киноляпов вообще не стесняемся. Смотрите, пожалуйста, нам не жалко. Да, пожалуйста. Ну шо, поехали. Сейчас мы заняты. Подожди, 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 подожди. Доброе утро. Здравствуйте. А вы знаете? Не знаете? Что? Стоп. Не забыл начало. Здорово, все добрые города. Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Считают, что в случае успеха последний... Ага, сейчас. В случае успеха... Еще раз. Считают, что в случае успеха последний... Так, спокойно. Вот, пожалуйста, смотри, тот же Саша тебе расскажет все. Какой Саша? Зиненко. Да, все правильно. Какой Саша? Зиненко. Почему тот же? А ты не сказала, что? Я не говорила, нет. То, что я сегодня с кудрями, еще не значит, что я выучила текст. В том же году сценарий к фильму был признан сам отбилом. Еще раз. В том же году сценарий к фильму... Которые смогли бы маленькую пиццу с размером... Представьте себе. И... Поэтому я решила, как обычно, как обычно, как обычно. Королева собирает шабаш, чтобы... Кстати, Макфлай использует некоторое подобие... Ну, еще раз, еще раз, еще раз. И вырезаем по периметру... Не, не буду. Да что такое? Время прошло быстро, и нам уже нужно с вами общаться. Общаться. Уже нужно, наконец. Да, вот так? Время пролетело очень быстро, и нам уже нужно с вами прощаться. Это утро провели с вами Артем Мазур. И Анна Бугаева, помните, что вы сами можете сделать свое будущее прекрасным. А еще живите настоящим и цените каждую минуту сегодняшнего дня. Стоп. Снято. Пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»